Беседа 24, 225, Иоанне 10, 44. Когда же Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа извился и на язычников, и послышали их говорящих языком и величающих Бога. Посмотри на домостроительство Божие. Петр еще не успел окончить речи, и крещение Корнилии бывших у него еще не совершилось, по его повелению. Но так как они показали чудное расположение души своей, приняли начало учения и уверовали, что в крещении, несомненно, подается прощение грехов, то есть сошел на них Дух. Это же совершает Бог с тем намерением, чтобы доставить Петру сильные оправдания. Они не только получают Духа, но и стали говорить языками, что изумимо пришедших с Петром. Зачем же так устраивается это дело? Для иудеев, так как они весьма ненавистно смотрели на это. Так везде все совершается Богом, а Петр почти только присутствует здесь, вразумляясь, что им апостолам следует уже обращать язычников, и что это должно через них произойти. И не удивляйся, если после таких событий в Кесаре, в Иерусалиме было негодование, то чего не было бы, если бы их не случилось. Поэтому-то они совершаются чрезвычайным образом. Смотри, как и Петр при этом случае защищается, а что он отвечает после такого случая о том, послушай вангелиста, повествующего так, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили из Святого Духа. Видишь ли ты, к чему он склонил дело и как желал совершить это? Так он еще прежде имел это в мыслях. Он почти как бы опровергает противившихся и утверждавших, что этого делать не должно. Все совершилось, говорит, необходимейше и исполнилось, то есть то крещение, которым и мы крестились. И велел им креститься во имя Господа Иисуса Христа. Потом они просили Его пробыть у Него несколько дней, после того, как оправдался, тогда и повелел им креститься, научая их самым делом. Настолько ненавистно смотрели на это иудеи. Поэтому-то он сначала защищается, хотя дела говорили сами за себя, и потом повелевает. Услышали апостолы и братья, бывшие в иудеи, что язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали Его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». После того припирались обрезанные, а не апостолы. Что значит «упрекали»? «Немало соблазнялись, — говорит писатель, — и смотри, что они возражают. Не говорят, для чего ты проповедовал им, но для чего ты вкушал пищу вместе с ними». Петр же не останавливается на этом холодном замечании, и поистине оно было холодное. Но указывая на то великое дело, говорит, если они получили духа, то как можно было не преподать им крещение? Почему же не было того с самарянами, но было противоположное? И не только не было до крещения, но и после крещения. И верующие из иудеев не негодовали на них, но, услышав, послали Петра и Иоанна для этого самого. Впрочем, и здесь они упрекают не за то, так как знали, что это было делом благодати Божией, но для того, что, как говорят, ты вкушал пищу вместе с ними. С другой стороны, великая несравненная разница между самарянами и язычниками. Или он подвергаясь упреку по благоустроению Божией, чтобы они научились, так как без нужды Петр и не сказал бы. Смотри, как он не горделив и не тщеславен. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря в городе Иопии. Я молился в вступлении, видел видение. Сходил в некоторый сосудковое большое полотно за четыре угла, спускаемое с неба, и спустилась ко мне. Не говори, для чего или по какому случаю. Я посмотрел в него и рассматриваю, видел четвероногих земных зверей, присмыкающихся и птиц небесных, и услышал я голос, говорящий мне, «Стань, Петр, заколи и ешь». Что он хочет сказать этим? Одно видение плащаницы, говорит, достаточно было до убеждения в этом. Но к тому присоединен был и голос. Я же сказал, нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои. Видишь ли, я сделал, говорит, свое дело, сказал я, никогда не ел. Это против того, что говорили, что ходил ел с язычниками. Корнелию он не говорил это, потому что не было нужды. И отвечал мне голос, «Старичность неба, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланный из Кесарии ко мне. Говорит то, что было нужно, а прочим умалчивает. Или лучше первым подтверждает и последние. И смотри, как он оправдывается. Он не хочет пользоваться достоинством учителя, знает, что чем смиреннее будет говорить, тем скорее успокоит их. Ничто скверно не входило в уста мои. Так предусмотрительно было все оправдание. Видишь ли, что законоположение есть дело Духа. Пришли со мной и шесть братьев сих. Что может быть смиреннее, когда Петр ссылается при этом на свидетельство братьей? Дух сказал мне, чтобы я шел с ними. Немало не сомневаясь, пошли со мной и си и шесть братьев. И мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своего ангела святого, который встал и сказал ему, пошли в Еопию люди и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Не сказал того, что говорил ангел в корне или молитву твоей, милостей твоей, зашли на память перед Богом, чтобы не оскорбить их. Но то, что не заключало в себе ничего великого. Видишь ли, как он изъясняется поспешно, по той причине, о которой я сказал выше, не говорит ничего и о кротости того мужа. Итак, когда Дух посылал, Бог повелевал, там призывая через ангела, здесь побуждая и разрешая сомнительность дела, тогда что должно было делать? Но не говорит ничего этого, а указывает на последующее событие, которое само по себе было несомненным свидетельством. Почему же скажешь, не одно только оно было? От преизбытка силы, бывшей от Бога, чтобы явно было, что и начало этого дела не от апостола. Если бы он пошел сам с собой и ничего такого не было, то они весьма вознегодовали бы, поэтому он издалека располагает к себе мысли их и говорит им. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Недовольствуется и этим, но напоминает и об изречении Господа. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Ян крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым. Таким образом, здесь не случилось ничего нового, но то, о чем он предсказал. Но скажешь, не должно было крестить их, потому что крещение уже совершилось, когда сошел на них Дух. Потому-то он и не говорит, Я повелел им наперед креститься, но что, мог ли я им возбранить, показывая тем, что он не сделал ничего сам собою. И так они получили то, что имеем и мы. Если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу, чтобы сильнее заградить им уста, для этого и сказал, такой же дар. Видишь ли, как он утверждает, что внезапно уверовавшие получили не меньше их. Следовательно, сам он очистил их и не говорит нам, вам, но нам, чтобы смягчить и таким образом речь свою. Почему же вы негодуете, когда мы считаем их соучастниками того же дара? Выслушавшие это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видный язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Видишь ли, как все сделано речью Петра, обстоятельно рассказавшего случившимся. Потому и они славили Бога, чтобы он и тем даровал покаяние. Так они смирялись от этих слов. Когда-то, наконец, открылась дверь веры язычников. Но обратимся, если угодно, к вышесказанному. Не сказал писатель, что припирается Петр, но, что, который от обрезанных, он знал, что совершается. И действительно, должно было удивляться тому, как и те уверовали. Они же не вознегодовали, когда услышали, что те уверовали. Но когда услышали, что Бог даровал им духа, когда Петр разлагал свое видение и говорил, Бог показал мне, чтобы я никого не почитал нечистым. Так он еще прежде знал это. Поэтому он и приготовляет речь о язычниках, в которой показывает, что они уже не были язычниками, когда явилась в них вера. Таким образом, нисколько неудивительно, что они получили духа прежде крещения. И с нами тоже случилось. Здесь Петр показывает, что они крестились не так, как прочие, но гораздо лучше. Поэтому вполне достигнуто было то, что они не могли ничего более сказать, но должны были признать тех, по крайней мере, в этом отношении себе равными. И молили его, говорит Писатель, прибыть. Видишь ли, как они недружелюбно приняли его. Видишь ли, какой они имели ревность о законе. Они не устыдились ни достоинства Петра, ни с учившихся знамений, ни того великого события, что слово евангельское принято язычниками, но о тех маловажных предметах перепирались, упрекали. Если бы ничего такого не было, то самого события для них было бы недостаточно. Впрочем, Петр оправдывается не так. Он был благоразумен или лучше это были слова не его благоразумия, но Духа. Он в оправдании своем показывает, что отнюдь не он сам виновник всего, но Бог. И говорит им как бы так. Он сделал, что я пришел в выступление, а я просто молился. Сосуд он показал, а я возразил, потом он сказал, а я и тогда не послушался. Дух повелел идти, а я, несмотря на то, пошел непоспешно. Я сказал Корнили, что Бог послал, но и после этого сам не крестил, а опять Бог сделал все. Следовательно, Бог крестил их, а не я. И не сказал после всего бывшего, не следовало ли наконец употребить воду. Но как бы уже ничего более не оставалось и говорит, а кто я, чтобы мог препятствовать? Вот каково его оправдание. Ведь не сказал, узнав об этом, успокойтесь. Но что? Принимает их нападение и оправдывается против их обвинения. А кто я, чтобы мог противиться Богу? Престыжает и сильно поражает их своим оправданием. Я не мог, говорит, вас противиться. Поэтому они затем устрашившись, умолкли и прославили Бога. 229. Так и нам должно славить Бога за благо, получаемое нашими ближними, а не завидовать, как завидуют многие из новокрещенных, когда видят других по крещению, вскоре отходящим от этой жизни. Должно славить Бога и за то, что Он не дарует им продолжение жизни. А ты, если угодно, получил и больше дар, разумею и то, что ты получил не только просвещение крещением, ведь это общее и для того, и для тебя, но и потребное время для добрых дел. Тот облегся в одежду обновления и не успел насладиться ею. Тебе даровал Бог большую возможность воспользоваться оружием, как должно и таким образом испытывать его на деле. Тот отходит, получая награду только за веру свою. Ты стоишь на поприще дел, имея возможность получить многие награды и видеть столько светлее его, сколько солнца светлее малейшей звезды, сколько военачальник последнего воина, или лучше, сколько сам царь. Поэтому обвиняй самого себя, или лучше не обвиняй, но постоянно исправляйся. Недостаточно только обвинять себя, надо возбудить себя к борьбе. Ты пал? Ты тяжко пострадал? Восстань, укрепись. Ты еще на поприще, зрелище еще продолжается. Не видишь ли, как многие борцы, поверженные, снова возбуждали себя к борьбе? Только не падай добровольно. Ты ублажаешь отшедшего? Гораз до боли ублажай себя самого. Тот получил прощение грехов, но ты, если хочешь, не только омоешь грехи свои, а и будешь иметь добрые мы имеем возможность восстановлять себя. Велико врачество покаяния, не отчаивайся. Тот поистине достоин отчаяния, кто сам отчаивается, он уже не имеет надежд спасения. Не столько страшно впасть в глубину зол, сколько впавший оставаться в ней. Не столько нечестиво впасть в глубину зол, сколько впавший оставаться беспечным. Почему же, скажи мне, ты не заботишься о том, о чем особенно должно стараться. Ты пал, получив столько ран, но нет никакой душевной раны не исцельной. На теле много таких ран, а в душе ни одной, и о тех мы непрестанно заботимся, а об этих нисколько не беспокоимся. Не видишь ли, в какое краткое время исправился разбойник, не видишь ли, в какое краткое время мученики совершали все, но теперь уже не время мучений, и теперь время подвигов, если захотим, о чем я и часто говорил, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Живущие благочестиво бывает постоянно гонимы, если не от людей, то от демонов, а это есть тягчайшее гонение. Еще прежде, о самой безопасности особенно терпят гонения люди беспечные. Или думаешь, не великое гонение быть в безопасности от гонений? Это есть тягчайшее из всех гонение, это хуже самого гонения. Безопасность как бы поток наводняющий, расслабляет душу, и что и зной и холод, тоже гонение и безопасность. Но чтобы ты вполне убедился, что она хуже гонения, заметь следующее, она наводит сон на душу, производит великую невнимательность и беспечность, возбуждает всякого рода страсти, вооружает гордость, вооружает сластолюбие, вооружает гнев, зависть, тщеславие, ревность. Во время же гонения ничто подобное не может возмутиться. Но страх приблизившись как бы каким бичом сильно ударив лающего пса, всем этим страстям не позволяет даже подать голоса. Во время гонения кто может тщеславиться, кто предаваться сластолюбию? Никто, но тогда бывает великий страх и трепет, производящий великую тишину, ведущую к тихой пристани, соделывающей душу благоговейную. Я слыхал, некогда от отцов наших, впрочем, да не будет этого с нами, потому что нам заповедано не искать искушений. Они говорили, что во время древних гонений можно было видеть мужей истинно христианских. Никто тогда не заботился об имуществе, никто о жене, никто о детях, никто об отечестве. У всех была одна забота, чтобы спасти душу свою. Одни скрывались в гробницах и пещерах, другие в пустынях. Не только мужи, но и нежные и слабые жены скрывались тогда, непрестанно претерпевая голод. Представь, пожелания роскоши и бесвестолюбия у жены, скрывающейся в пещере, ожидающей служанки, которая должна была принести пищу, боящейся, чтобы не быть пойманной и лежащей в гробнице, как бы в печи. Даже могла ли она подумать, что есть какая-то роскошь, что вообще существует мир? Вижли, что теперь особенно и есть гонение, когда страсть отовсюду нападает на нас, как дикие звери. Теперь тяжкое гонение. Как поэтому, так и потому, что оно даже не считается гонением. Подлинно и ту опасность представляет эта брань, что она считается миром, чтобы мы не вооружались против нее, чтобы не восставали, никто не боится ее, никто не страшится. Если же не верите, то спросите язычников, которые гонят христиан, когда обязанности христианские исполнялись точнее, когда все были благочестивыми. Невелико было тогда число их, но велико было богатство добродетели. Скажи мне, какая польза от того, что много сена, когда можно было бы иметь драгоценные камни? Не в многочисленности вся важность, но в превосходстве добродетели. Илья был один, но его не стоил мир. Мир состоит из множества, но и множество не составляет ничего, когда не может сравниться даже с одним. Лучше один творящий волю Господи, нежели тысячи грешников. В стерахах 16.3 Тоже выражает и премудрый, когда говорит, не желая множества детей негодных. В стерахах 16.1 Такие люди подают повод к хуле на Бога, более, нежели когда бы они не были христианами. Какая мне нужда во множестве? Только больше пищи для огня. Тоже может видеть и на теле. Лучше умеренная пища, способствующая здоровью, нежели роскошной, причиняющей вред. Та питает гораздо больше этой, та пищи, а эта болезнь. Тоже может всякий видеть и на войне. Лучше десять мужей опытных и храбрых, нежели тысячи неопытных. Эти ничего не делают и даже препятствуют делающим. Тоже можно видеть и на корабле лучше два опытных мореплавателя, они же бесчисленные множество неопытных, потому что эти потопят самый корабль 231. Говорю это не потому, чтобы я был недоволен вашей многочисленности, но желаю, чтобы все вы были отличными подобродетелем и не надеялись на множество. Гораздо многочисленнее идущие в Генну. Но царствие Божие больше ее, хотя содержит немногих. Народ израильский был многочислен, как песок морской, но один спас его. Один был Моисей и имел силу больше всех. Число 12.7. Один был Иисус, но имел силу больше 600 тысяч. Не о том будем стараться, чтобы только были многие, но более о том, чтобы они были отличными добродетелях. Когда последнее будет достигнуться, тогда будет и первое. Никто строя дом не желает сделать его наперед просторным, но сначала крепким и благонадежным, а потом и просторным. Никто не полагает основания так, чтобы возбудить против себя насмешки. Сначала постараемся о последнем, а потом и о первом. Если есть последнее, то легко будет и первое, а если нет последнего, то первое хотя бы и было не принесет никакой пользы. Если есть могущие просиять в церкви, то скоро будут и многие. Если же нет первых, то и множество никогда не будет иметь превосходства. Сколько вы думаете в нашем городе спасаемых? Тяжко то, что я намерен сказать, однако скажу. Из числа столь многих тысяч нельзя найти более ста спасаемых, но и в этих сомневаюсь. Какое скажи мне нечестие в юношах, какое неродение старца. Никто не заботится как должно о своем собственном сыне. Никто не ревнует при виде старца подражать ему. Образцы для подражания утратились. Оттого юноши нисколько недостойны удивления. Не говори мне того, что мы составляем множество. Это свойственно людям холодным. Перед людьми справедливо можно было бы говорить об этом, но перед Богом, который не имеет нужды в нас, нельзя. А что это слова холодные и для них, послушай, имеющие множество слуг, но слуг развратных, сколько потерпят неприятностей. Не имеющим у себя ни одного, кажется неприятным то, что остается без слуг, а имеющий негодных слуг и самого себя губят вместе с ним и терпят больший вред. Гораздо тяжелее наказывать других и вести с ними ссору, чем служить самому себе. Говорю это для того, чтобы никто не удивлялся церкви из-за многочисленности, но чтобы мы старались сделать эту многочисленность отличную, чтобы каждый имел попечение собственным своем члене, не о друзьях, не о родных, как я всегда говорю, и не о соседях, но чтобы привлекал церковь и посторонних. Например, совершается молитва, сидят холодно все, и юноши, и старцы, скорее изверги, нежели юноши, смеясь, хохоча, разговаривая, и это ведь я слышал, насмехаясь друг над другом, когда стоят на коленях. Ты стоишь тут, юноша или старец, останови, когда видишь, укори сильнее и не слушающего, пригласи дьякона, пригрози, сделай свое дело, если он осмелится сделать что-нибудь против тебя, то, конечно, многие помогут тебе. Кто так неразумен, что видя, как ты укоряешь за это, а те укоряются не приметь с твоей стороны, тогда ступай домой, получив награду за молитву. в доме господина мы те слух считаем усерднейшими, которые не оставляют ни одного сосуда лежать в беспорядке. Скажи мне, если бы ты увидел дома серебряный сосуд, выброшенный вон, то хотя бы ты не был обязан тому, не взял ли бы его и не внес ли бы в дом, если бы увидел одежду, брошенную в беспорядке, то хотя бы ты не должен был заботиться о ней, хотя бы ты был врагом приставленного к этому делу, но по расположению господину не привел ли бы ее в порядок. Так и теперь, это сосуды, если видишь их лежащими в беспорядке, приведи в порядок, приди ко мне, я не откажусь. Мне скажи, объяви, я не могу сам усмотреть всего, простите. Вы видите, какое зло господствует во вселенной. Не без причины я говорил, что мы куча сена, беспорядочное море. Не говорю о том, что они делают, но о том, что приходящие сюда предаются такому сну, что и не исправляет этого. Опять вижу, как одни разговаривают стоя, когда совершается молитва, а другие более скромные не только, когда совершается молитва, но и когда священник благословляет. О, дерзость! Когда же будет спасение? Как же мы умилостивим Бога? Если придешь на место игр, то увидишь всех благословно составляющих хор и ничего не стройного. Как на лире составленное разнообразное и вместе стройно, от благоустройства каждой из составных частей происходит один благозвучный тон. Так точно и здесь. И всех должно бы составлять одно стройное согласие. Мы составляем одну церковь, стройно составленные члены одной главы. Все мы одно тело. Если один какой-нибудь член будет оставлен в небрежении, то все тело пренебрегается и растлевается. Так бесчинством одного нарушается благочинение всех. То поистине страшно, что ты приходишь сюда не на место игры или пляски для забавы и стоишь неблагочинно. Разве ты не знаешь, что стоишь вместе с ангелами? С ними поешь, с ними высылаешь хвалы и стоя смеешься. Не удивительно ли, что удар молнии не спадет не только на них, но и на нас? Действительно, это достойно удара молнии. Предстоит царь, смотрит воинство, а ты перед их глазами стоя смеешься или не удерживаешь смеющегося. Но доколе мы будем обличать, доколе укорять? Не следовало ли бы таких, как заразу, как развратителей, как злодеев, развращенных и исполненных бесчисленного множества зол, изгнать из церкви? Когда они станут воздерживаться от смеха? Они смеющиеся столь грозный час, когда удержатся от пустословия, разговаривающие во время благословения? Неужели они не стыдятся присутствующих? Неужели не боятся Бога? Для нас недостаточно душевной невнимательности, недовольны и того, что, молясь, блуждаем мыслями повсюду, но мы привносим еще и смех и великий хохот? Разве здесь зрелище? Впрочем, я думаю, это происходит именно зрелище. Они доставляют нам многих непокорных и бесчинных. Что здесь мы созидаем, то там разрушается, и не только это, но и другими нечистотами они там неизбежно наполняются. И происходит то же, как если бы кто захотел очистить поле, а вверху находящийся источник снова извергал бы на него грязь. Одно очистишь, натечет опять другое. То же происходит и здесь. Всякий раз, как мы очистим приходящих зрелищ и приносящих нечистоту, они, отправившись туда снова, получают еще большую нечистоту, как будто нарочито живя для того, чтобы причинять нам беспокойство и приходят опять с великой грязью в нравах, в движениях, словах, смехе, в небрежности. Потом опять мы очищаем снова, как будто нарочито очищают для того, чтобы отпустив их чистыми снова увидеть покрытыми грязью. Поэтому предаю вас Богу и вам, которые здоровы, отныне заповедуют, что на вас будет суд и осуждение, если кто увидит бесчинствующего или разговаривающего, особенно в такое время, не остановит и не исправит, это лучше молитвы. Оставь свою молитву и сделай ему внушение, тогда ему принесешь пользу и сам будешь с прибылью. Таким образом мы все будем в состоянии спастись и достигнуть Царствия Небесного, которого расподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и пресна и во веки веков. Аминь.